В настоящее время сердечно-сосудистые заболевания являются главной причиной смерти в мире. Ежегодно они уносят более 17 миллионов человеческих жизней. 29 сентября отмечается Всемирный день сердца, который призван привлечь внимание общественности к проблемам этого заболевания. Проводимая в Ленинском районе диспансеризация выявляет разные недуги у человека, и в том числе на ранней стадии развития болезни сердца. Слово нашему корреспонденту Людмиле Медведевой. Сердечно-сосудистые заболевания развиваются медленно и поэтому могут оставаться длительное время незамеченными. Зачастую о том, что у него проблемы с сердцем, человек узнает внезапно, когда уже поздно что-либо предпринимать. Болезни сердца часто называют молчаливыми убийцами, которые начинаются бессимптомно или имеют едва уловимые признаки. Риск развития сердечно-сосудистых заболеваний существенно увеличивается при наличии таких факторов риска, как пожилой возраст, повышенный холестерин, повышенный жировой обмен, избыточная масса тела, повышенное артериальное давление, сахарный диабет, низкая физическая активность, курение и злоупотребление алкоголем. Для поддержания здоровой сердечно-сосудистой системы огромное значение имеет правильный рацион питания. Человек где-то должен 25% своей суточного рациона съесть за завтрак. И если вы себя не приучили к завтраку, то у вас будут потом проблемы, вы будете это всё наверстывать в ужин. А в ужин как раз должно быть процентов 15. Поэтому обратите на это внимание, обед должен быть полноценным. Вы это слышали, все и знаете. Поэтому вставайте раньше, а для этого вы должны ложиться раньше, а не в час, в два часа ночи. Не смотреть телевизор перед сном за два часа, не сидеть в компьютере, а пройти и прогуляться пешком несколько километров, подышать свежим воздухом, очистить свои мысли, голову и спокойно ложиться спать. Для раннего выявления факторов риска развития сердечно-сосудистых заболеваний необходимо знать. Ваше давление должно быть не более 130 на 80 миллиметров тутного столба. Также необходимо знать уровень сахара в крови. Повышенное содержание глюкозы в крови, сахарный диабет, повышает риск развития инфаркта и инсульта гораздо больше, чем просто когда у человека всё нормально. Если у вас диабет, важно контролировать и артериальное давление, и цифры сахара крови. Нормальные цифры сахара у здорового человека не должны превышать 6 миллимоль на литр. Необходимо контролировать свой уровень холестерина с помощью здорового питания, а при необходимости по назначению врача и надлежащих лекарственных средств. Уровень холестерина в норме должен быть не больше 5,2 миллимоль на литр. В рамках национального проекта здоровья в Ленинском районе проводится диспансеризация, целью которой является раннее выявление заболеваний, являющихся основной причиной инвалидности и преждевременной смертности. К ним относятся болезни системы кровообращения, и чаще всего это ишемическая болезнь сердца и церебровоскулярные заболевания, злокачественное новообразование, сахарный диабет, хронические болезни лёгких. В связи с этим хотелось бы напомнить, что Видновская районная клиническая больница продолжает диспансеризацию взрослого населения. Любой гражданин Российской Федерации, имеющий полис ОМС, может пройти комплексное медицинское обследование. Каждому человеку, проходящему диспансеризацию, выдаётся паспорт здоровья, куда заносятся результаты всех обследований. На основании этих обследований выставляется группа здоровья и план дальнейшего введения данного пациента. Даются рекомендации по дальнейшему образу жизни его. Кроме того, если есть отклонения в анализах, здесь мы срочно вызываем этого человека и объясняем ему, как надо дальше себя вести, какие надо внести коррекции в его образ жизни. За 8 месяцев 2014 года в Видновской взрослой поликлинике осмотрено уже более 3000 человек. Из них 67% составляют женщины. За это время мы выявили основные факторы риска, которые на первое место вышли именно повышенный холестерин. Повышенный холестерин, я уже рассказывала выше, что это основной фактор риска в развитии сердечно-сосудистых заболеваний. На втором месте ожирение, на третьем артериальная гипертония, дальше нерациональное питание и низкая физическая активность. Регулярное прохождение диспансеризации и профилактических осмотров позволяет в значительной степени уменьшить вероятность развития сердечно-сосудистых заболеваний. Поэтому позаботиться о своем здоровье нужно как можно раньше. И пусть ваше сердце всегда будет здоровым и волнуется только от счастья и положительных эмоций. Людмила Медведева, Евгений Петров, Елена Кошлева, Видное ТВ.